Если двойник у Мелании Трамп на чьи похороны потратит 90 миллионов долларов и зачем кукле Барби макияж, об этом не только в нашем международном обзоре. Ненастоящая Мелания Трамп, первую леди США, заподозрили в использовании двойника. СМИ и пользователи соцсетей считают, что супругу президента на некоторых публичных мероприятиях заменяет другая женщина. Слухи возникли еще неделю назад, когда Мелания в пасмурную погоду пришла на встречу с прессой в черных очках. К тому же она стояла молча и не комментировала никаких высказываний Дональда Трампа. Мода на скромность. В Лондоне состоялся показ закрытых женских нарядов. Модели ходили по подиуму в накидках и длинных платьях, некоторые даже были в хиджабах. По словам дизайнеров, коллекция сделана специально для девушек, которые хотят одеваться стильно, но предпочитают не открывать некоторые участки тела. В Бангкоке отрепетировали похороны правителя Рамы Девятого. Массовая процессия торжественно шествовала по улицам города, неся пышно украшенные, но пустые траурные носилки. Тысячи людей в слезах прощались с обожаемым монархом. Умер Рама Девятый еще в октябре прошлого года, но торжественное сожжение тела короля состоится только через четыре дня. Массовость и роскошь мероприятия обойдется государству в 90 миллионов долларов. Жители Нью-Йорка вовсю готовят своих питомцев к Хэллоуину. Хозяева вывели собак на площадь Томкинс, чтобы те демонстрировали яркие праздничные костюмы. Четвероногих ходили в героев Игры Престолов, рыбок из мультиков и даже в Дональдов Трампов. В новых нарядах красовались и сами хозяева. Парад проводят ежегодно и в нем принимают участие тысячи домашних питомцев. Барби от Кутюр. Французские дизайнеры создали серию одежды для именитых детских кукол. Новую модную линию представили на выставке в Париже. Барби красовались в ярких бразильских купальниках, повседневных французских нарядах и даже в традиционных африканских платьях. Как на модном показе, у каждой куклы были индивидуальные аксессуары, прическа и макияж.